Бывает, что человек говорит вроде бы правильные вещи, но совершенно не хочется с ним соглашаться и делать то, что он просит. Почему? Как разговаривать с людьми, чтобы они вас не только слышали, но и соглашались с тем, что вы сказали? Используйте для общения я стиль вместо вы стиля. Нравится ли вам, когда вам приказывают, или требуют в манере не терпящей возражений? Такой стиль не понравится ни вам, ни кому-то еще. Поэтому сделайте свою речь более мягкой, приятной для собеседника. Например, вы можете сказать, вам стоит заниматься самообразованием, чтобы стать более дорогим специалистом. А можно перефразировать эту мысль так. Мне кажется, что постоянное самообразование помогло бы вам зарабатывать больше. Вы заметили, чем отличаются эти варианты? Первый вариант категоричен, он подразумевает давление и поэтому воспринимается негативно. Второй вариант гораздо мягче и эффективнее. С помощью этого приема даже критику можно сделать более конструктивной и не обидной. Вместо «вы все время опаздываете» гораздо лучше сказать «мне нравится, когда вы приходите вовремя». Хотя порой кажется, что категоричный стиль общения удобнее и проще, но на самом деле это иллюзия. Кто-то выразит свое недовольство открыто, кто-то откажет вам, кто-то начнет спорить. Другие скажут, что надо подумать. Но это будет лишь вежливая форма отказа. Будут даже те, кто согласится. Но потом либо найдет способ не делать, или сделать не так эффективно, как мог бы. Это часто встречается в отношениях между начальником и подчиненным. Сотрудникам не остается ничего другого, как согласиться со своим боссом, каким бы тоном с ними не разговаривали, и выполнить его поручение. Но вот на то, как именно они будут делать то, о чем их так попросили, влияет сама манера этой просьбы. Стоит проявить уважение к человеку, и он сделает гораздо больше, чем обязан. А приказная манера ведет к тому, что даже собственные обязанности сотрудник будет делать кое-как. Используйте «Я» стиль общения. Это поможет вам гораздо проще находить взаимопонимание с другими людьми. Субтитры создавал DimaTorzok